всем большой привет сегодня я покажу вам какие образцы связала из своей люксовой пряжи которую мне прислали давно уже давненько и вот у меня наконец дошли руки и я еще не стирала образцы все замерила точнее я просто обвела пока и буду стирать и сравнивать как ведет себя пряжа растягивается не растягивается в общем что с ней происходит и начнем мы вот с этого хлопка от лены yarn golf называется в 50 граммах 125 метров это стопроцентный хлопок вот у меня четыре моточка 2 изумрудных и два вот таких серо-серебристых я буду их сочетать в полоске вот очень хочется чтобы цвет правильно передался вот ну более-менее что-то похожее и еще не выбрала какую я буду покрупнее или помельче или может быть сочетать буду но вот допустим с закрытием я уже точно определилась мне нравится как выглядит айкорд тут всего лишь две петли из двух петель айкорд мне нравится очень красиво пряжа ну вот сами посудите да на 50 грамм 125 метров это она низ не слишком тонкая в общем нормальная такая я хочу связать ребенку дочери такой топ с рукавом наверное до локтя до или может быть чуть ниже посмотрим насколько хватит пряжи мне кажется будет очень красивая вещь я бы себе такое что-то сделала но вот пряжи боюсь хватит только ей и если хватит еще хочу сделать ей такую баску небольшую от талии на расширение вот такая вот у меня задумка я вот так вот приложила все обвела на каждом образце кстати у меня 20 петель везде набрано вот это первый образец посмотрим что с ним случится после стирки стирать я буду вручную в прохладной воде с минимальным использованием средств следующая пряжа это вот это концепт байкать от от катя до катон як называется пряжа в составе 60 хлопка 30 шерсти и 10 я к на 50 грамм 130 метров я связала вот такой вот образец также 20 петель набрала это будет шапочка скорее всего вот очень плотно получается да но я вязала это на спицах полтора миллиметра кстати надо было надо будет подписать везде еще на каких спицах я вязала мне кажется что будет хорошо смотреться и выпуклых да вот допустим здесь два ряда у меня изнаночных и также и в глади очень неплохо смотрится так здесь у нас полу шнурочек такой вот шнурочная до пряжа очень мягенькая очень-очень приятная для шапки для снуда для свитеров вообще для всего для детского вязания ну и для взрослых тоже и цвет очень красивый все я подпишу внизу в описании все данные и ссылочку оставлю на магазин в котором я заказывала и также будет промо-код пять процентов если вы перейдете и ставите его в момент покупки также посмотрим интересно что будет после стирки следующая пряжа это лана фреско от сиам так что у нас тут у нас 50 на 50 грамм 95 метров в составе меринос 50 процентов и 50 хлопка вот но по ощущениям это прям вот такую я бы сказала что больше хлопка здесь не знаю посмотрим может быть як ой меринос откроется в процессе стирки но он мягенький тоже до вся пряжа которая представлена будет она очень мягкая я думаю что любому ребенку будет в ней комфортно я связала вот такой вот образец хочу связать делать шапку сыну вот и не знаю либо резинкой сделать ее либо вот какой-то узор ставить в общем я еще в раздумьях либо просто лицевой гладью связать с резиночкой вот так вот допустим до с отворотом просто резиночкой или может быть какой-то узор сделать пустить еще не совсем определилась но вот посмотрите допустим если делать резинку она все-таки более какая-то дырявая получается чем если лицевую гладь вязать здесь ну практически вот совсем нет места для раскрытия пряжи зато она и не будет продуваться что очень важно для ребенка зиму ветреную так что я еще думаю хотя интереснее будет конечно какой-то вот узорчик ставить не знаю еще подумаем нужно будет постирать также и посмотреть мне нравится цвет он такой кофе с молоком как будто бы да ну немножко может быть и не очень красивый оттенок и для мальчика и для девочки красиво два моточка мне тоже и еще одна еще один образец это вот это вот пряжа и гиди фракор димерину здесь у нас 50 на 50 грамм 210 метров 95 процентов шерсти супер лош и 5 процентов полиамида это будет шапочка для меня такой у нее интересные она вы тоже шнурочная пряжа как шнурочек но тоненькая тоненькая прям на очень тонких спицах я вязала образец 125 или тоже полтора миллиметра красивый оттенок такой какой-то бордово-коричневый но при этом это пряжа не меланжевая как ярко выраженная да почти однотонная казалось да издалека вообще но при ближайшем рассмотрении видно что где-то есть темнее участки где-то чуть-чуть поярче посветлее здесь я также использовала вот лицевую гладь думаю что будет неплохо смотреться и хотела изначально связать с отворотом тоже вот с таким до без резинки просто лицевой гладью какую-то такую шапочку бини одну решила сделать еще опустить вот такой вот узор с вытянутыми петлями не знаю мне кажется вот этот узор более какой-то бабушкин получается поэтому все же я от идеи откажусь немножко резиночки тоже решила попробовать как она тянется тянется прекрасно чудесно но резинка также получается с дырочками вот идеальный вариант это лицевая гладь наверное все же на ней остановлюсь потому что мне нужна шапка именно повседневная такая чтобы была удобная не продувалась тепленькая такая но не слишком жаркая но тепленькая но в то же время чтобы она была и красивая и стильная и ко всему подходящие в общем запросов много но я думаю что лицевая гладь это беспроигрышный вариант всегда если не знаешь какой узор выбрать выбирай лицевую гладь и и все у тебя будет красиво все получится такой уже с более спортивный вариант вот с таким отворотом да я просто хочу классическую бине сделать из нее тоже будет интересно посмотреть как изменится после стирки и сейчас я пойду постираю все я кстати не отрезаю кончики просто постираю вот вот так вот и в мотке потому что боюсь что может не хватить и не хочется лишние кончики потом прятать скажите кто-нибудь так делает или вообще это моя внезапная идея такая странная такая супер продуманная внезапная идея вот пошла стирать осушить а потом вам все покажу как все изменилось и о своих впечатлениях также расскажу ну что ж все мои образцы высохли и сейчас мы посмотрим насколько они изменились и вообще какие у них качества при вто поменялись не поменялись начнем мы вот с этой пряжи гетифра которую я в городе мирина которые я предполагала использовать для шапки и до сих пор предполагаю конечно же использовать в этих целях и хочу сказать что при стирке пряжа распушилась она прям стала но не даже не такая как сейчас у нее прямо очень много пуха вылезла по мере высыхания немножко он так распределился не было вообще даже узора видно вот этих вот вытянутых петелек не было видно и как видим что ну я думаю что ничего не поменялось мой возможно чуть-чуть немножко подсел образец чуть-чуть до капельку ширину стала немножко поуже буквально на пол сантиметрика в принципе мне пряжа нравится она даже стала как будто бы плотнее да немного распушилась ну конечно за счет этого в общем советую хорошая пряжа мягенькая для шапки вообще идеально вообще для любого наверное изделия она будет очень хороша дальше я хочу вот об этой пряжи сказать посмотрим на образец это для шапки сына я хотел использовать и как-то после стирки он ну все образцы в принципе они выпрямились до разровнялись как и следовало чего и следовало ожидать но вот этот как-то немножко стал более такой более такой не вот не драпирующийся наоборот когда становится вот не колом не хочу сказать что прям колом но больше держит форму и по образцу ну ничего не поменялось все все вообще идеально как было так и осталось насчет узора я еще буду думать тут в принципе вы видите да что и лицевая и изнаночная сторона неплохо смотрится можно выбрать любой узор следующая пряжа это вот это лэнг ярн голов если я правильно читаю в общем это тот хлопок изумрудно-серебристый изумрудный и серебристый и вот по образцу мы видим что ничего не поменялось все как было так и осталось пряжа хорошая такая приятная с таким отливом красивым единственное что я бы наверное они на этих спицах вязала а на спицах поменьше здесь у нас давайте посмотрим что рекомендовано ли тут нет рекомендации есть 34 до спицы номер три номер четыре вот я на тройке вязала и у меня дано такое вот видите дырчатые все-таки для меня наверное лучше на размер поменьше взять допустим два с половиной или даже на двойке попробую наверное два с половиной все-таки не хочется чтобы она прям очень грубое было мне нравится пряжа и нравится цвет больше всего я надеюсь что получится все как я задумывала я напомню что хотела бы связать такую футболку ребенку с коротким рукавом и с баской но вот для баски возможно до тройка или даже 4 миллиметра спицы вы подошли вообще хочется чтобы не не такое дырчатая было полотно поэтому возьму спицы два с половиной очень очень хочется уже приступить к вязанию вот этого вот именно проекта и пряжи я могу рекомендовать тоже мне нравится и последнее это вот это вот пряжа катон як от катя да посмотрим вот он образец петельки разровнялись полотно стало более плотным ну и таким небольшой вот пушочек если вы видите появился давайте посмотрим по размерам ну честно скажу на таком маленьком образце возможно изменения будут не слишком заметны возможно они будут в итоге но не слишком заметно на таком маленьком образце но все же как мы видим что ничего в принципе не изменилось да вот каким он был таким он и остался и это пряжа просто нежнейшая мне она очень нравится я вижу шапку для дочери в этой пряжи именно вот в одну ниточку очень хорошее получается полотно такое непродуваемое я думаю что будет как раз для зимы очень хорошо возможно с отворотиком еще и по ушам сделать и все вот таких у меня два моточка возможно еще какой-нибудь небольшой снут трубу можно связать каким-нибудь интересным узором например бантиками для девочки именно вот в таким в таком цвете я думаю что будет очень очень красиво ну и что ж я могу какой вывод сделать вся пряжа которая пришла ко мне вся хороша мне все понравилось я могу рекомендовать ее и все ссылки я оставлю внизу в описании и буду вязать что-то красивое и конечно же по каким-то изделиям обязательно буду создавать бесплатные мастер-классы на своем канале подписывайтесь кто еще не подписался ставьте лайки ставьте колокольчик не забывайте нажимать чтобы ничего не пропустить я желаю вам всего самого прекрасного отличных покупок вдохновенного вязания и всего всего самого прекрасного вашей жизни всем пока удачи Продолжение следует...